Амазный край Итак, вы можете звонить к нам в студию по следующим телефонам. Стационарный телефон 362-00 и для приема смс-сообщений и ватсап номер 8-914-252-3370. Вы можете задавать любые вопросы, которые вас интересуют и надеюсь, что мы сможем вместе найти на них ответы. Итак, Клим Нестерич, к нам поступило уже довольно много вопросов за то время, пока мы готовились к эфиру. Но хотелось бы узнать судьбу тех вопросов, на которые мы не успели ответить в нашем прошлом прямом эфире. Ну да, хотелось бы отметить, что, конечно, те вопросы, которые поступали, когда даже прямой эфир закончился, они уже поступали. Но мы эти вопросы у вас забрали и мы сейчас делаем такую практику. Мы на все эти вопросы и те, которые отвечали на эфире, и те, которые за эфиром остались, мы их сейчас вывешиваем на своем сайте. городмирный.ру, и там есть значок прямой эфир, и зайдя туда, вы по эфирам можете посмотреть, какие ответы мы даем на те вопросы, которые задавали. Чтобы не нагружать этот прямой эфир, нужно тем жителям, которые обращались к нам по прямому эфиру с вопросами, можно зайти туда и посмотреть те вопросы. А если вам не понравятся, конечно, эти вопросы, то можно уже задавать повторно их. Итак, ну, пока телезрители дозваниваются и пишут СМС, давайте ответим на те вопросы, которые уже поступили. Жители микрорайона Аэропорт жалуются. Живем по улице Логовая, 156-158. С апреля нет горячей воды. На улице минусовая температура. Когда дадут горячую воду? Обращались в ЖЭО, но там на жалобы не реагируют. Мотивируя тем, что всех все устраивает. Нет, ну, ответ неправильный от ЖЭО происходит. Потому что, ну, система отопления аэропорта так устроена, что отопление, там идет отопление. И попутно идет горячая, мы догреваем горячую воду. И при наступлении более низких температур, горячая вода, когда отопление достигает 70 градусов по отоплению, тогда мы можем догревать горячую воду и подавать жителям. Ну, так как сейчас стоит погода, ну, можно сказать, почти от нуля до минус трех, до пяти. Поэтому, конечно, теплоноситель у нас ниже 70 градусов. И, соответственно, мы не догреваем горячую воду. Поэтому мы им не подаем. И, соответственно, мы выставляем по фактическим данным, то есть население не переплачивает за горячую воду, если у них его нет пока из-за климатических условий. Поэтому вот так. А то, что касается вообще в целом аэропорта, мы в следующем году, ну, думаем, что в следующем году, но в 2019 году точно переведем этот микрорайон аэропорт на центральное отопление. Тогда у них будет круглогодичная и горячая вода, и отопление в положенное время, и холодная вода будет идти постоянно, как и в городе. То есть сейчас я правильно понимаю, что горячая вода у людей появится? С понижением температур. Когда будет холодно. Так, у нас уже есть первый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вы меня извините, пожалуйста. Я тоже вот по поводу порта хотела бы насчет воды объяснить. Объяснение я получила. Слава Богу, наконец-то. Через 30 лет буду с горячей водой жить. Это радует. Но еще у меня что, какая проблема? Мы живем в порту, да? У нас нету тротуара, вы понимаете, нам ходить там негде абсолютно. Деревянный носил, есть разбитый, сломанный. Все лето стояло сломанная эта лестинка. Вы понимаете, ходить невозможно. Ладно, днем ты видишь. Там все доски уже сломаны, прогнившие. И на тротуары вот у нас есть по всему вот. Похожутся дороги. На него ставят все машины свои. Моют их там, чистят их там. И мы по грязи ходим. Когда у нас будут тротуары нормальные? Когда мы будем выходить в город, хоть не в грязные обуви? Спасибо, мы поняли ваш вопрос. Ну да. С тротуарами не только проблема микрорайонный аэропорт. Ну, мы в этом году, наверное, заметили, жители города, что мы начали уже от центра уходить туда и в сторону газовиков, и туда вниз по Ленинградскому шоссе. И, как я раньше говорил, и в предвыборной своей программе я говорил, что мы будем сейчас больше внимания уделять окраинам города. То есть это будут и дороги, и освещение уличное, и то, что вот жительница спросила про тротуар, и про тротуаром тоже будем обращать внимание на это. Так, я сейчас попрошу нашу инженерную службу сделать нам звук погромче, когда люди звонят. Так, и напоминаю нашим телезрителям, что теперь мы выходим в новое время. Теперь наш прямой эфир начинается в 13.15, в обед. Все сделано для вашего удобства. Итак, продолжаем отвечать на ваши вопросы. В своей предвыборной, вот вы сейчас упомянули про предвыборные обещания, вы говорили о таком долгосрочном проекте, который вы хотели бы реализовать. Это пляж в центре Мирного, где-то в черте города. Вот у людей уже очень сильно интересует эта тема, потому что все, видимо, уже хотят. Я не обещал, но я думал об этом. Я так говорил людям, но люди поняли, что это мои обещания. Но здесь как? Мы будем... Ну, это несложная тема для города. Мы хотели... Я хотел это, думал, устроить это в Заречном. Сейчас надо все это, как бы, анализ воды мы берем, и оно соответствует. Нам надо это все согласовать с административной станции, с Роспотребнадзором. Только тогда, когда будет их неразрешение, тогда мы можем приступить к пляжной зоне в районе Заречного. Вот когда мы едем через мост, там можем приступить. Но это был не пункт моей программы, а просто я делал пожелание, что я могу это сделать. Но это связано с теми солями, с хвостов, откуда идут у нас хвостов Милинского лука и заходят в эту зону водного пространства. Но, как показалось, что его очень мало, этих солей, и вся соль расставляется, и, соответственно, вода нормальная для купания. Нужно только оформить сейчас уже через контролирующие органы нормально. Но администрация как бы этим вопросом занимается? Ну, сейчас в задумках, потому что мы пока берем анализы. Вот сейчас мы осенью взяли, сейчас нужно его взять в зимнее время, потом в весеннее время, сравнить и в летнее время. И тогда мы уже будем приглашать контролирующие органы, чтобы они нам там разрешили купаться. Итак, вопрос от номера 8251. Здравствуйте, у меня такой вопрос в главе города. Принимают закон о тишине после 10 часов, и тут же они нарушаются. Я думаю, что не только улица Комсомольска от этого страдает, но и многие другие. У нас после 10 часов начинают чистить дороги. Ругаемся уже не первый год. Ходили в администрацию, никому нет дела. У многих маленькие дети, кому в сад, кому в школу или на работу. А под окном могут до часу ночи гудеть и шуметь. У нас не огромный мегаполис, где проблема перекрыть дорогу в дневное время. Но почему-то дорожная работа начинается поздно, вечером. Помогите разобраться с этой проблемой. Ну, я как бы не согласен с таким замечанием, потому что в дневное время это создаст коллапс. Даже вот когда маленькая авария случается у нас на улице, на дороге, то у нас забиваются дороги. А тем более сейчас дорожная техника будет ходить по этим улицам и чистить в дневное время. Ну, извините меня. Мы тогда создадим неудобства всем гражданам, которые двигаются по городу. Сейчас, кстати, мы время перенесли с пяти утра, начинают чистить дороги. Поэтому я разберусь, но после десяти часов, по-моему, никто не занимался чисткой. У нас, наоборот, с пяти часов утра до восьми, чтобы не было до часа пик, мы стараемся очистить дороги. Поэтому разберемся, обратим внимание. Но, к сожалению, в дневное время очень трудно это решить, чистить дороги. Следующий вопрос. В начале 2000-х годов в Мирном ходили автобусы «Школьник». Для учащихся они были бесплатные, ездили по удобному графику. Этого давно уже нет. Может, стоит вернуть эту услугу? Ну, к сожалению, мы эту услугу не вернем. Но вообще, в целом, по городу мы предполагаем с 2018 года вообще изменить эту услугу по пассажирскому транспорту. Потому что наше пассажирское предприятие, которое сейчас муниципальное, оно не справляется. Мы сейчас ведем переговоры с компанией, и, возможно, появятся и новые маршруты, удобнее для горожан, и периодичность увеличится. Я думаю, что в следующем году жители увидят, что движение автобусов поменяется в другую, совсем другую плоскость. Потому что сейчас очень много служебных автобусов в компании ходят, и наши рейсовые автобусы ходят. Поэтому, чтобы минимизировать, вот мы сейчас с компанией «Алроса» ведем переговоры о том, чтобы все это объединить. И будут ходить автобусы с электронными билетами, и маршрутов будет больше, чем сейчас. Поэтому мы так предполагаем изменить в этом ключе. А то, что касается по льготной группе, это есть у нас поддержка малоимущих. Они к нам обращаются. Мы оказываем эту помощь уже малоимущим в виде компенсации за проезд. Ну и сейчас будем думать по первоклассникам, потому что первый класс тоже, как бы, дети, детям, ну, очень маленькие. Поэтому первый раз они ездят неудобно. Поэтому будем тоже думать о том, чтобы им сделать бесплатный проезд. Ну да, я хочу подтвердить ваши слова, что действительно компания проводит сейчас масштабные исследования о востребованности автобусного транспорта. И я думаю, что в следующем году мы увидим какие-то положительные результаты этой работы. Итак, вчера произошло значимое событие для всех собаководов города. Вы открыли новую площадку для выгула и дрессировки собак. У нас есть видеокадры этого. Я попрошу сейчас их поставить. Так, расскажите, что за площадка, где она находится? Ну, площадка находится около парка, городского нашего парка, около автостоянки. Мы в этом году там свели лес и вот поставили для дрессировки в углу собак вот такие станки для того, чтобы собаки занимались. Видите, как собака хорошо занимается. И, соответственно, чтобы собаководы наши и жители нашего города активно вот этим площадкой пользовались, желая, чтобы они пользовались. Ну, а вот эта площадка, конечно, в первую очередь для дрессировки собак. Так, но вот я помню, что когда вы были еще исполняющим обязанности главы, вы говорили о том, что будете устанавливать по городу какие-то мобильные площадки для выгула собак. Вот что с этим проектом? Ну, это проект МПЖХ. Она вот в тех домах, в тех дворах, которые он управляет, они предполагают установить вот в следующем году весной. В этом году у них что-то не получилось. Весной они обещали установить пять таких мобильных установок. То есть там будут площадки для вугла собак. И, соответственно, там же будут, например, они говорили, что будут продавать или продавать население вот эти мешочки для экскрементов. Но это будет весной. Пять площадок, которые установят МПЖХ. Хорошо, будем ждать. Итак, у нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, алло. Да-да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот я хотел спросить по поводу геолога. Я живу не в плановом доме на геологии. А что говорят, геолог сносить будут. И как мне быть? Ну, вам надо... Ну, просто так я вам сейчас сразу не отвечу. Поэтому, если есть вопросы, вы можете обратиться в наше жилищное управление на Ленин-11 или подойти ко мне на личный прием. Так, следующий вопрос от номера 7390. Снос ветхого и аварийного жилья. Когда планируется снос дома по улице Аюньского, 33? Так, Аюньского 33. Ну, вообще, сейчас сложная ситуация по сносу этих домов. Потому что в этом году компания «Алроса» не выполнила свои обязательства по соглашению. И мы не дополучили в этом году 200 миллионов рублей. Но в следующем году они планируют профинансировать 2017 год, то есть 200 миллионов рублей. И мы предполагаем чуть вперед, но в 2018 году мы планируем еще начать 71-квартирный дом. Это по улице Амосова, напротив магазина «Иркут». И когда вот этот 71-квартирный дом построится, тогда мы планируем вот этот Аюньского 33 туда перевезти. И на месте Аюньского 33, как раз там и 29, по-моему, дом, как раз мы тоже будем планировать такой же дом, 71-квартирный трехэтажный дом, чтобы со стороны Амосова такой же дом стоял и со стороны Аюньского такой длинный дом стоял. Будем планировать такой дом. Так, ну мы сейчас продолжим эту тему. У нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот обращаюсь от имени жильцов дома по проспекту Ленинградский, 26А, 26Б. Моя фамилия Гайнулина Вера Ивановна. У нас вот очень важный вопрос, и мы просим обратить все службы внимание на это. Значит, мы, жители, боимся сгореть заживо от пожара, поскольку хозяин ночного клуба «Матхэттен», который работает 4 дня в неделю, с четверга по воскресенье, и у них график 20.00 до 6 часов утра, самовольно захватил нашу предваровую территорию, установил два металлических контейнера длиной 10 метров, высотой 2,5 каждый, установил деревянный забор, который расположен от наших деревянных старых домов на расстоянии 2,5 метра. Возможно, в них взрывчатка или лакокрасочные и легко воспламеняющие материалы, мы, жители, не знаем. Поэтому хозяин ночного клуба самовольно захватил нашу предваровую территорию и установил, значит, забор от наших домов на расстоянии 2,5 метра. Спасибо, спасибо, мы поняли ваш вопрос. Да, я в курсе этого вопроса, я в письменном виде от вас тоже получал замечание, это предложение по отреагировать на эту ситуацию, и еще там дополнительно говорило, что он спилил столб, на котором установлено освещение. Сейчас работник администрации комиссионно занимается с этим предпринимателем. Мы, конечно, принимаем меры, если это было незаконно сделано, и тем более должен быть какой-то противопорядный разрыв между домами. Поэтому мы обязательно отреагируем и поможем вам. Итак, продолжаем нашу тему с переселенцами из ветхого жилья. Вы сами говорили о том, что собираетесь выкупить 60 квартир в новом строящемся доме. Строймонтажа 2002. Вот в понедельник у нас должно было пройти с вашим участием заседание и с участием генерального директора этой фирмы, но он проигнорировал вашу просьбу приехать в Мирный. Что будет дальше с этим домом? Ну, он не проигнорировал, мы с ним созвонились, и он сказал, что это будет на следующей неделе, потому что там тоже связано с его командировками, и он обещал приехать на следующей неделе, и мы обязательно это вместе с прокуратурой, вместе с вами, дольщиками, обязательно это совещание проведем. То, что касается строительства этого дома, то мы еще не отказываемся от выкупа доли, там около 40, по-моему, квартир осталось, мы под переселение из ветхого аварийного жилья тоже будем там участвовать. Вот эти как раз 200 миллионов, которые компания нам будет выделять в следующем году, эти деньги будут направлены на это долевое строительство. Поэтому беспокоиться сейчас рано. Я думаю, что в лучшем случае этот дом будет сдан в сентябрю-октябрю следующего года. Ну, вот, как просто по опыту, я знаю, что такие дома так быстро не строятся, поэтому, тем более, он так расклябанно начал работу и продолжает работу в этом году, поэтому я думаю, что в следующем году, вот в сентябрю-октябрю как раз мы сдадим, он сдаст этот дом. Ну, и, в принципе, вот та женщина, которая писала из дома Аюнского 33, она, в принципе, гипотетически может там тоже получить. Нет, как раз вот Аюнского 33 попадает на 71 квартиру. Да, Моссора, да. Итак, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алёна, я проживаю по адресу 40 лет Октября, дом 8А. Климин Ястрович, будь ты так любезно, ответьте на наш вопрос. Наш дом вообще когда-нибудь будет признан аварийным, либо снесен как-то вот так вот. Вы знаете же этот дом? Да, знаю, но вот я сейчас, к сожалению, не взял список с собой. Мы сейчас тоже проводили, в этом году провели большую работу летом по признанию домов ветхими аварийными. Вот эта программа, которая у нас идет сейчас, работает до 2020 года, и мы с 2019 года заявляемся под республиканскую федеральную программу. И если, конечно, ваш дом, наверное, был признанный там, то он попал, конечно, может быть, после 2019 года. Поэтому очень вас прошу зайти на сайт городмирный.ру. Вообще этот сайт мы хотим как бы раскрутить, потому что очень много вопросов на прямом эфире задаются, не зная той информации, которая там находится. Очень много информации на этом сайте есть. Как раз по этим ветхим аварийным домам есть и по другим информации очень много. Поэтому я прошу заглянуть на этот сайт, посмотреть ваш дом, на какой период включен под снос. Поэтому я прошу поработать. Вот тем более по голосу понял, что вы молодая. Наверное, пользуйтесь интернетом. Поэтому прошу туда зайти. А так, если вы не увидите, не зайдете, тогда вы потом увидите это на мой ответ, прямой эфир на этом же сайте, о котором я говорил. Вопрос от номера 5115. Здравствуйте, Клим Нестерич. Обращаюсь к вам, женщины Мирнинского района. Мы все будущие мамы, для нас рождение и выписка малыша очень волнительный, праздничный момент. Хочется в этот день сделать красивые памятные фотографии. Но, к сожалению, это невозможно, так как фасад крыльца родильного отделения находится в ужасном состоянии. Просим произвести ремонт. Я обязательно вашу просьбу передам главе района, так как здравоохранение у нас в республиканском подчинении, но сейчас как бы делегировано району. Но, конечно, мы всегда идем как бы на встречу, и мы с Лежатом Галинищем вместе, наверное, порешаем этот вопрос. Но я знаю, что проектируется новый роддом, но до, конечно, проектирования и строительства это займет очень много времени. И до этого мы переговорим с Лежатом Галинищем и посмотрим, как это сделать, какой ремонт там можно сделать. Вопрос от номера 64-53. По всей видимости, это женщина, которая задавала вопрос на прошлом эфире. Здравствуйте. Вновь обращаюсь к вам по вопросу очистки дорог от снега в микрорайоне Заречный. На днях прошла уборка снега, но только по основным улицам. А новые участки дорог остались не убраны. Улица Романтиков, улица Бутубинская, 26. Дети в школу добираются по сугробам, ветер все заметает, нет освещения дороги, не видно совсем. Прошу вас проконтролировать и решить вопрос. Хорошо. Я обещал это сделать, и мы сделаем. Просто, наверное, мы у нас договор на эти дороги с МУП Чараид. Наверное, корректировку не сделали, но мы корректировку сделаем и будем чистить дороги. А по освещению я вам отвечал на прошлом эфире. Вопрос от номера 1741. Здравствуйте. Почему нас в Мирном не дают 30% скидки многодетным семьям? Ведь по закону они положены. Ну, здесь надо уточнить для чего, ну, на какие, на что нужно давать 30%. То есть, тут, наверное, лучше человеку подойти в администрацию. Да, да, да. У нас есть социальный отдел, но нужно туда подойти и уточниться. Вопрос от номера 2700. Здравствуйте. Хотелось бы затронуть проблему отсутствия парковки возле детской поликлиники. С грудничками, с заболевшими детьми по морозу не пойдешь. Все едут на машинах и всегда одна и та же картина. Подъехать невозможно. Есть же место за шлагбаумом. Почему бы не приспособить его для создания комфортных и безопасных условий? Ну, к радости жительницы, ну, и многих наших жителей в следующем году мы уже приступаем к четырем парковкам около большой поликлиники, около детской поликлиники. Поэтому в следующем году уже проект уже есть, уже он утвержден, он со всеми согласован. Буквально сегодня его согласовали контролирующие органы. И мы в следующем году приступим и построим парковки около нашей больницы. Вопрос от номера 1474. Нам сделали прекрасный парк, ухоженная территория, отдаленные скамейки, где можно посидеть в тишине и игровые площадки для детей. Вычистили и вымели весь мусор. Огромное вам спасибо. Но есть одно но. С собаками там гулять запрещено. Но все игнорируют это и продолжают гулять со своими питомцами. Куда жаловаться? К кому обращаться? Ну, то есть женщину смущает то, что собаки гадят на этих дорожках. Написала электронное обращение участковому. Посмотрим, что будет. Не знаю, как еще бороться. Знаки висят, но всем наплевать. Ну, нам придется с этим вопросом пожестче проработать, потому что я говорил не только в нашем городском парке, но и на детских площадках по городу у нас люди выгуливают собак, поэтому мы здесь плотно будем работать с административной комиссией, чтобы этих людей ловить, штрафовать. Ну, если они не понимают людского разговора, то могут через кошелек они поймут. Так, ну, вот тут вопрос по дому 40 лет октября 8а. Это, я так понимаю, звонила девушка, да? Так, на него мы с вами ответили. Вопрос от номера 0720. Здравствуйте, подскажите, были ли приняты меры по поводу забора возле домов Аюньского 20 и 22, так как установка его продолжается? С наступлением зимы сейчас стало много гореть деревянных домов. Страшно. Это около школы номер 12. я помню этот вопрос. Да, архитектура выезжала туда. Там они сказали, что там все как бы в порядках отведенного, отведенной территории, поэтому там все законно. Ну, кстати, вот эти дома тоже стоят в плане сноса. Ну, это будет, наверное, 19-й год. Скорее всего, 19-й год, наверное, будет. Вопрос от нашей жительницы. Когда откроют СИЗО на лыжной базе? С 28-го субботу приглашаем жителей города на лыжную базу в Заречном. У нас открывается прокат, поэтому трасса уже готова. Наши специалисты уже отработали по снегу, поэтому добро пожаловать на первый сезон в этом году нашей лыжной базы. Два вопроса от номера 94-03. В городе не решается вопрос отлова бродячих собак. Скажите, куда звонить, если встретил стаю? Ну, есть же телефон, я просто его сейчас не помню на память, есть телефон в Жухаха города нашего, и туда звонить, и они моментально реагируют, они звонят охотникам, охотники приезжают, ловят. Сейчас, тем более, мы построили уже приют, мы с электроснабжением решаем до конца декабря, решим с электроснабжением этого приюта, и будем уже с начала года запустим приют для собак, это по Чернышевскому шоссе, в сторону свалки, когда мы заворачиваем, ну, в сторону свалки, там есть уже приют. Следующий вопрос, почему не чистят от снега дорожки в городском парке? Ну, пока сейчас мы не справляемся только не справляемся с городом, ну, и будем чистить, но не так регулярно, как бы чистим город, ну, городские тротуары. Нам важнее сейчас содержать городские тротуары и дороги, а парковую зону будем, ну, раз или два раза в неделю будем там чистить. Вопрос такой, Климнистерыч, каким мероприятием сейчас готовится городская администрация вот на ближайшие два месяца? Ну, да, первое, это у нас с 4 ноября, это на День Народного Единства, мы будем его торжественно справлять, потом у нас столетие Октябрьской революции, но это будет под эгидой Коммунистической партии проводиться, также у нас конкурс снежных фигур снеговичок 2017, здесь могут участвовать на этом конкурсе любой житель нашего города, также у нас будут конкурсы по культуре и по молодежной политике, это приз главы, там есть свои и свое положение, по каким критериям, но в основном это за вклад в культуру, за вклад в деятельность молодежных организаций, и также у нас, конечно, Новый год у нас с 1 декабря у нас будет эта елка установлена и запущена, и, конечно, будем готовиться к новогодним мероприятиям нашим. Вопрос от номера 91-16. Здравствуйте, на улице Кузьмина каждый день течет вода внизу, невозможно проехать, таксисты отказываются туда ездить, можно ли принять какие-то меры? Ну, к сожалению, это грунтовые воды, мы пока не знаем, как это с ними бороться, они и в Заречном, и по индустриальной дороге они есть, кстати, это же все закрытые подземные ручьи, с ними очень трудно бороться, но нет, мы, наверное, не знаем, как с ними бороться. То есть, это достаточно затратно и сложно? Да, затратно и сложно, это нужно 200-метровые скважины будет, это очень дорогостоящие мероприятия, поэтому как бы мы пока бессильны над этим вопросом. Ну, вот тут пишут жильцы вот по вопросу о 12-й школе, что по бумагам там все-таки они якобы заняли большую территорию, чем полагалось, и люди просят подсказать, как к вам записаться на прием. Можно прийти ко мне на прием, записаться у меня в приемной, но я все равно, если вы сомневаетесь с этим, то я еще раз сам проверю работу наших сотрудников, но мы вам дадим обязательно ответ, если вы придете и можете прийти не лично ко мне на прием, если вы удовлетворитесь, что вы придя в архитектуру нашего города или в имущественное управление города придете и там получите ответ, тогда не надо приходить. Если не получите ответ, конечно, можно прийти ко мне на прием. И как это сделать? Ну, прийти в приемную, записаться и в назначенную дату прийти ко мне на прием. Так, у нас есть к вам один очень интересный вопрос от моего коллеги, который заботится об экологии и радеет за переработку ресурсов всяческих. Вот я сейчас попрошу поставить видео. Вот, да, вот это вот видео, сейчас, которое мы увидим, на нем макулатура, которая образуется в нашей редакции за два месяца. А еще у нас есть на телевидении другие службы. Здесь примерно 20 килограммов. Эту кипу мы выбросили в уличный мусоросборник. Для топки печей бумагу берут не очень. Говорят, плохо горит и много дыма. Можно лишь предполагать, какое количество макулатуры образуется на всех предприятиях и организациях города. Знаем, что на полигоне бытовых отходов бумажный мусор главная причина возгорания. Есть ли у нас проекты по переработке бумаги или хотя бы сбора макулатуры для отправки куда-нибудь? Известно, что в России перерабатывают до 15% бумаги. Люди среднего и старшего возраста говорят, что в мирном советское время собирали макулатуру? К радости наших жителей тоже хочу сообщить, что предприниматель у нас будет заниматься переработкой макулатуры. Его деятельность начнется в конце 2018-го, начало 2019-го года. И, соответственно, мы тоже занимаемся этой темой. мы сейчас прорабатываем вопрос покупки и установки мусора сочетовочного завода, не мусор перерабатывающего, потому что тот объем мусора, который у нас собирается в городе, он нерентабелен для переработки. Его просто надо сочетировать и сбывать этим предпринимателям, которые у нас открывают, вот как я сказал, один открывает по переработке бумаги, второй по пластмассе и резиновым изделием. Поэтому отчасть, ту часть, которая от сортировочного завода, мы отсортируем мусор, который будет на вторичное сырье идти, то мы будем отправлять его в Братск или Вангарск, где есть заводы мусороперерабатывающие уже. Поэтому будем сбывать наш мусор уже на материке. Это хорошая новость. Вопрос от номера 8418. Подскажите, пожалуйста, когда будут делать освещение на верхнем поселке по улице Интернациональная? Что касается освещения во всем городе, мы сейчас делаем большую программу на пятилетку. Я сейчас точно не могу сказать верхний поселок. Все районы и Заречный, и Верхний, и Нижний, и Газовики, и частный сектор 19-го квартала мы будем, мы сейчас рассматриваем, мы делаем программу под это дело, и будем каждый год финансировать строительство или восстановление того освещения, которое сейчас существует. тут поступил вопрос от номера 2700. Этот вопрос, вопросы подобного рода к нам приходят очень часто, и опять же сейчас хотелось бы ваше внимание на нем заострить. Люди пишут, что по адресу Солдатова 6 у них при выходе из подъезда образуется огромная лужа, асфальта нету, ремонт никогда не производился. Все-таки подобные вещи должны решать управляющие компании или все-таки администрация города? Если это касается двора, то это собственники жилья должны решать вместе с управляющей компанией. мы же говорили уже, я, наверное, уже каждую прямую передачу говорил о том, что у нас есть очень хорошая программа формирования городской среды. Соберите собрание, еще раз вам говорю, соберите собрание жильцов ваших и выйдите с предложением к нам, как обустроить ваш город. Есть федеральные деньги, в этом году мы освоили эти деньги по дворам около 16 миллионов рублей. В следующем году тоже эти деньги будут, поэтому на следующий год уже очередь стоит по этим дворам, поэтому ваша инициатива нужна нам. Без вашей инициативы, я же говорю, что для того, чтобы привлечь население к активной жизни города, чтобы они начали беречь город, надо их вовлекать в жизнь города, поэтому вот эта программа как раз и предназначена для этого, поэтому вы выйдете с таким предложением, соберите общее собрание вместе с управляющей компанией и приходите к нам с предложением как обустроить ваш двор, вот и все. Пример этого года показал, что те люди, которые вот, те дворы, которые дома, которые вышли с предложениями, они уже обустроены, они уже они благодарят просто сейчас. Действительно, это полезная программа, и самое главное, что есть реальные деньги, на которые это все можно сделать. Спасибо, конечно, партии День на Россию, вот это под ее началом принята такая федеральная программа по России, и нам эти деньги приходят. У нас буквально осталось несколько минут до окончания, давайте как-нибудь вкратце поговорим о фонде капитального ремонта, потому что этот вопрос тоже очень часто всплывает в наших эфирах. Как идут ремонтные работы, сколько домов в этом году отремонтировано, сколько стоит на следующий год, имеются ли какие-то проблемы? В этом году, как я уже раньше говорил, мы сдвинули это с мертвой точки, мы с 14-15, 15-16 программу закончили на 100% в этом году, 16-17 у нас еще остаются несколько домов, мы по отоплению два дома переносим на следующий год, основные работы будут закончены в следующем году. Работу 17-го года в этом году мы приняли, вот недавно только приняли проект, проекты по этим домам, и это очень удобно, потому что в прошлые годы делали проект и строительно-монтажную работу в один год, то есть пока проводили торги, пока это, пока выходил проект, пока это все происходило, это уже осень, то есть люди не успевали делать ремонтные работы, сейчас мы спокойно в этом году сделали проект, и в следующем году мы уже к началу или концу отопительного сезона мы уже будем иметь подрядчика, который уже приступит полномерно будет уже за три месяца сделать нам работу, ну, если это касается потопления, а если касается это наружных работ, то это еще можно раньше начать, поэтому я думаю, что мы сдвинули это с мертвой точки, эту работу, и у нас если мы в следующем году еще выберем нормального подрядчика, потому что из двух подрядчиков, которые сейчас есть, конечно, один показал, что он умеет работать, ну, а второй казался таким, ну, просто сказать, можно сказать, что недобросовестным подрядчиком, мы его будем менять. вот сейчас у нас есть такая тема, которую мы покажем, наверное, в ближайшее время в нашем эфире. МПЖХ, Миринское предприятие жилищно-коммунального хозяйства, одним из владельцев которых является администрация города, стала региональным оператором по утилизации твердых бытовых отходов. Вот расскажите, пожалуйста, всем, что это такое, и какие выгоды от этого можно получить Мирно? Мирно может получить выгоды из-за того, что это предприятие находится у нас в Мирном и, конечно, больше внимания будет обращаться к Мирному. Но, конечно, это сложная работа, это в семи регионах нашей республики, ближайших лусах нашей республики, это очень сложная работа, это нужно все организовать в ближайших лусах, Ленск, Айхал, Нюрбао, Верхневелюсь, все улусы, которые с нами граничат. Соответственно, это очень сложная работа для МПЖХ, но я надеюсь, что они сами рвались на эту работу, хотели стать оператором, поэтому, я думаю, что они справятся, мы в этом им поможем, потому что это наши предприятия, и что мы заинтересованы, чтобы, конечно, через регионального оператора в нашем городе, и вот то, что мы планируем, и массовоцитировочный завод, и перенос нашей свалки, чтобы осуществилось через эту нашу организацию, МПЖХ, мы будем надеяться, что то, что они стали региональным оператором, это будет плюсом для нашего города. Отлично. Итак, у нас осталась буквально одна минута, поэтому, Клим Министеревич, вы можете сказать пару слов телезрителям. Ну, что касается нашего города, я еще раз обращаюсь к жителям города, беречь наш город, относиться более добросовестно, и вот те мусорные... лето показало, что мы умеем оказывается сами жители организовываться, и вообще если как-то организовать, мы организуем, организовываемся, потому что те ниши, которые мы убрали за несанкционированные свалки, люди показали, что они, например, вот именно бросают туда, куда будет организовано, не туда, там, где попало. Я боялся, что это будет продолжаться, но к моей радости, конечно, наши люди добросовестно отнеслись и уважительно отнеслись к своей земле. Ну, а на следующий год мы планируем по удачному вообще кооперативу, это очень больная наша тема, вообще создать совет огротничества, мы об этом сообщим ближе к весне, мы будем вас организовывать, чтобы вы создали совет огротничества и, соответственно, этот совет будет проводить, там, контролировать денежные средства, взносы вы будете оплачивать только через безналичные, по безналичному, то есть через банки, поэтому будем организовывать здесь тоже работу, если деньги будут в одних руках, в смысле это как городской совет, это как районный совет депутатов будет, совет, который будет контролировать работу председателя и финансовые расходы, поэтому мы в следующем году обязательно организуем вместе с Единой России эту работу и все-таки надо тоже на дачных участках приводить порядок, вот если мы в центре города и как-то по периферии работаем, то мы совсем забросили дачные участки, надо ими тоже заниматься. Ну что ж, я думаю, отличная новость для половины жителей Мирного, на этой позитивной ноте я предлагаю закончить, спасибо вам большое, что вы пришли и ответили на все наши вопросы, а я благодарю всех телезрителей, что вы были с нами.